Долго я ломался пойти подстричься или записать урок, давайте, наверное, запишем урок сначала. Значит, в прошлый раз мы с вами разговаривали о том, какие существуют базы данных пользователей. Сейчас мы разберемся, как создавать учетные записи пользователей, редактировать их и удалять. Все довольно-таки просто. По LP-ку это та же самая тема 171, уже часть вторая. Это практически довольно ценное занятие 171, все его части. Значит, мы с вами продолжаем управлять учетными записями. И нам сегодня интересны три команды. Это UserAd, которая может создавать пользователь. У нее много ключей, мы сейчас посмотрим самые используемые часто. Команда, которая может изменять свойства пользователя. Это команда UserModModification. И удалять пользователей команда UserDel, UserDelete. У нее ключей очень мало. Вот она наша Ubuntu. К слову сказать, я выучил сочетание клавиш, которые запускает терминал. Ctrl-Alt-T, латинское. Нам помогает вызвать терминал. Команды, с которыми мы будем работать. Команда UserAd. Вот она. И у нее огромное количество ключей. В частности, популярные такие ключи, "-d", это указание домашней папки по умолчанию. Он так создаст одноименную папку для пользователя в папке home, корневой, но мы можем указать хоть другую папку. Дальше смотрим. У него очень много ключей. Смотрим все ключи, которые нам могут пригодиться. "-g", мы можем указать ID группы, к которой мы хотим добавить этого пользователя. Есть у нас еще параметр "-g", большая. Тут мы должны перечислить группы, но уже не по ID, а по их названию. Если мы хотим добавить пользователя в какую-то специфическую группу, по умолчанию, напоминаю, когда мы создаем пользователя, у нас сразу создается группа одноименная. Если мы создаем пользователя Симаев, у нас сразу создается группа Симаев. Так вот, мы можем указать, в какие еще группы добавить, включая "-g", большая и "-g", маленькая. Еще из интересного у нас здесь есть, что "-m", сразу создать домашнюю папку. По умолчанию у нас домашняя папка создается, когда пользователь будет входить в систему, а если мы сразу укажем ключ "-m", она сразу создастся у нас. Минус P пассворт Мы можем сразу же в момент создания пользователя Указать ключ минус P Когда мы будем создавать пользователя У нас сразу спросит пароль для этого пользователя Минус S shell Оболочка, которая у нас будет использоваться Мы можем выбрать из кучи оболочек Которая у нас есть в системе Минус U мы можем сами вручную указать ID-шник пользователя, который мы хотим Чтобы его был По умолчанию ему просто присвоится следующий ID-шник То есть если у меня там сейчас UID У моего пользователя 1000, то у следующего пользователя будет 1001 И так далее Ну и все, остальные опции это такие уже специфические Опции, которые нам не очень-то нужны Давайте попробуем Создадим, например, пользователя UserAd У нас не было с вами юзера, поэтому давайте скажем UserAd Укажем мы Чтобы ему создали Папку домашнюю сразу же Минус D указывать не будем, потому что У нас сразу пусть создаст он папку Папки home по его имени Дальше мы можем сказать Минус G добавь этого пользователя Сразу, например, в группу SambaShare У нас есть такая группа Для тех, кто пользуется шарами Samba И имя пользователя, собственно, давайте Какой-нибудь будет нас бог Бухгалтер Я люблю такого пользователя создавать Permission Denied Само собой, да, создание пользователя Все работы с пользователями только выполняются А ты не суперпользователь Указываю свой пароль Отлично И вроде бы говорит то, что создал Давайте глянем Вы знаете, что у нас есть файл ETC Password Мы об этом говорили на прошлом уроке И мы знаем то, что у него в конце Так, G большая Новый пользователь появился Book, вы видите X говорит о том, что у него пароль Будет храниться в нашей папке С теневыми паролями В смысле, в файле теневых паролей 1001 ID-шники у него создались по умолчанию Homebook Это его домашняя папка по умолчанию Меня смущает то, что у него здесь не появилась оболочка По идее мы можем указать Какая оболочка будет запускаться Но давайте сначала поглядим Все-таки, как выглядит его пароль Мы пароль еще не создавали И все остальное посмотрим Значит, смотрим файл с теневыми паролями ETC Shadow Идем в самый низ И видим то, что есть Book И видите, у него восклицательный знак стоит Я вам в прошлый раз говорил о разнице между восклицательным знаком и звездочкой Значит, восклицательный знак говорит о том, что учетная запись отключена Но, в принципе, может быть включена Звездочка говорит о том, что у нас, в принципе, учетная запись Не используется для традиционного входа в систему Давайте, наверное, сразу еще мы с вами поглядим Группы, в какие входит этот пользователь Тут мы можем воспользоваться без прав суперпользователя Vim Куда мы его там добавляли? SambaShare мы его добавляли Вот в папку, в группу SambaShare Теперь помимо меня входит еще пользователь Book Ну и, само собой, для пользователя Book создалась одноименная группа Book Вот она И он в нее тоже сам входит Если пользователь входит в свою собственную группу У нас здесь пусто в конце Это все нормально Давайте попробуем, установим пароль для этого пользователя Скажем, опять же, SuperUserDo И есть команда такая, Password Password для пользователя Book Просит ввести новый пароль для пользователя Давайте введем 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Все произошло успешно Давайте снова посмотрим теневые теперь пароли В самый низ И видим то, что у пользователя теперь появился у Book Вот такой вот сложный, хитрый, зашифрованный в виде пароль То есть пароль не от 1 до 6 Но вы видите, вот так вот их система зашифровала этот пароль И к слову сказать, пока мы с вами говорим о команде Password Мы вот с вами написали Password Мы можем этой же командой сменить пароль себе То есть Password Вот так вот просто ее набрать Нажать Enter И он скажет то, что давай введи, пожалуйста, свой текущий пароль Вот я сейчас его введу И введи новый Я введу такой же пароль, он даст ошибку Так что ничего страшного Долго я отсюда выходил Так что командой Password можно сменить пароль самому себе В Windows мы для этого нажимаем Ctrl, Delete И на экране блокировки нажимаем сменить пароль В Windows у нас просто команда Password Давайте посмотрим Я, по-моему, указывал, чтобы у нас создавать домашнюю папку для пользователя Book Проверим Посмотрим содержимое папки Home Корневой И видим то, что теперь у меня, да, здесь помимо папки Asmai Есть еще папка Book Потому что я указал минус D ключ Но при этом я указывал полный путь к папке Потому что по умолчанию она и так создается в домашней папке Home Где хранятся все остальные домашние папки Так, UserAdd мы команду с вами смотрели Паспорт мы команду посмотрели Давайте теперь поглядим команду UserMod А, кстати, давайте сразу поглядим Мне стало интересно Теперь у меня Какая оболочка все-таки используется Не указывает, какая оболочка используется по умолчанию Это не очень хорошо Я сейчас подумаю, для чего это происходит Пока поменяем свойства пользователя Давайте, значит, скажем SuperUserDo Опять же, нужно нам права SuperPользователя Чтобы что-то менять с пользователем UserMod Модификация пользователя И тут есть интересный ключ Например, минус L Lock Заблокировать учетную запись То есть у UserMod есть все те же самые ключи Что и у команды UserAdd Например, если мы хотим поменять Какие-то свойства Такие, как, например, комментарий О пользователе Вхождение в группу Мы используем те же самые ключи, которые есть у команды UserAdd И просто пишем их новые значения Но есть еще новые ключи у команды UserMod Которые относятся только к ней Это ключ минус L Это Lock Заблокирует учетную запись Например, вот так вот UserMod минус L Бух И теперь, по идее, у нас Вишний слэш я нажал Теперь у нас, по идее, пользователь не может войти в систему Я не знаю, как это отразится на его пароле Давайте глянем Интересно SuperUserDo Вот как теперь это выглядит Видите, теперь у него пароль хоть и есть Он и запомнен Но перед ним стоит восклицательный знак То есть пользователь Учетная запись его заблокирована Пароль сохранен Но пользователь не может войти в систему Я не знал, как именно так он это записывает Я думал, он просто заменит на восклицательный знак Но он, оказывается, еще и пароль Прикольно И теперь мы можем, например, взять и обратно пользователя Отблокировать Если тот был ключ Lock Теперь ключ Unlock Минус U Бух Снова проверяем метод за Shadow Идем в самый низ И видим, что теперь пароль отображается нормально Без восклицательного знака И без такого белого подсвечивания текста Что мы можем еще поменять Для пользователя этого Давайте, например, поменяем для него комментарий Напишем SuperUserDo UserMod Укажем, например, ему теперь Shell Оболочку Bing Bash Например Мы хотим, чтобы теперь использовалась она И можем указать комментарий какой-нибудь Комментарий может быть любая текстовая строка Абсолютно Например Не знаю Мой какой-нибудь любимый бухгалтер Что это такое? Не уверен, что я фейворит правильно написал Но будем надеяться И, собственно, к какому пользователю относится эта команда Пользуя у нас бух Отлично Проверяем Где мы в последний раз смотрели ETC Password Базу данных пользователя Идем в самый низ И видим то, что для буха У него ID-шник тоже самый остался Появился комментарий MyFavorite И появился Собственно, появилась информация о том Какая оболочка будет использоваться при входе в систему Я, наверное, сейчас Когда урок этот допишу Откачу снимок Снова создам пользователя С командой по умолчанию UserDead Когда у нас вот эта вот оболочка не создалась И попробую войти в систему Посмотрю, к чему это приведет Чтобы вас сейчас уже на это не отвлекать И последняя команда, которую мы должны знать Это UserDel Опять же SuperUserDo UserDel И у UserDel Обычно используется просто вот так вот Вот так выглядит эта команда Но есть еще ключ Минус R Который удаляет домашнюю папку пользователя Давайте мы ее, наверное, удалим И посмотрим Удалилась ли папка Потому что мне не понравился вот этот вывод LsHome MSL Нет, папка удалилась Все в порядке Пусть не переживает про почту и про спулер Папка удалилась Все здорово И можем, конечно, посмотреть опять же ETC-пассворд Чтобы убедиться, что пользователя book у нас больше нет Вот мы в конце Пользователя book больше нет ID-шники освободились Теперь, когда я создам нового пользователя У него снова будет 1001-й ID-шник Потому что старого пользователя с этим ID-шником Уже у нас в системе нет Подводим итог Значит, у нас для работы с пользователями Есть какие команды? Есть команда UserAdd И в ней есть очень много ключей Которые позволяют указать комментарии В какую группу входить Какие ID-шники задавать Какие папки создавать Куда, что ведет Какая оболочка И так далее Есть отдельно Сразу же в этой команде Ключ-пи Который позволяет Ввести пароль прямо в диалоге Создания пользователя Есть отдельная команда Password Которая задает пароль пользователю Она же используется для установки пароля Самого для себя Для смены собственного пароля Дальше Есть команда UserMod Изменение свойств пользователя Который использует все те же самые ключи Которые есть у команды UserAdd И тем самым Может менять свойства пользователя И у нее еще есть ключи Минус L и минус U То есть Lock и Unlock Заблокирует учетную запись И разблокирует учетную запись И последняя команда Которая мы говорили Это UserDel Команда, которая удаляет пользователя И у нее среди прочего Есть еще ключ Минус A R Которая латинская Которая позволяет Удалить домашнюю папку пользователя Где бы она ни находилась Как бы мы ее там не указали В самом начале Так что по-моему Довольно все просто Три таких Простеньких команды Которые вам всегда могут пригодиться